День воинской славы России Народ, устав от поляков, сплотился, создав патриотическое движение и встал на защиту Родины. На протяжении столетий, в разные периоды истории, российское государство подвергалось серьезным опасностям. И в такие моменты особенно важно помнить о единстве народов и защите государственности. Надо поднимать ополчение! Неужто ж не станет нам доброй волей? Неужто добро свое, рухлядишку свою пожалеем, а землю родную не пожалеем? В преддверии 4 ноября для кадетов школы номер 13 Краснооктябрьского района Волгограда в региональном управлении ФСБ подготовили для ребят подарок. Сотрудники ведомства организовали увлекательную экскурсию в музей управления, где дети познакомились с историей создания органов госбезопасности, в том числе и в нашем регионе. Подвигами чекистов во время войны и не только. Когда мне сказали, что мы посетим это место, мне, конечно, было очень интересно, я обрадовалась, я хотела узнать много чего нового. И вот когда пришла эта экскурсия, все было очень понятно, я узнала о руководителях, о истории НКВД. Я здесь первый раз, вообще очень интересная экскурсия, узнал много чего нового, интересного. Познакомился с историей ФСБ, познакомился с руководителями данной структуры. Учащиеся кадетского класса своими глазами увидели форму оружия, личные вещи, награды чекистов и даже архивные документы, которые раскрывают деятельность выдающихся сотрудников службы. Одним из самых запоминающихся экспонатов музея, безусловно, является посмертная маска Феликса Эдбундовича Дзержинского. Таких масок было создано около 20, но до наших дней дошло всего несколько экземпляров. То есть, как понимаем, даже по наклону головы мы видим, что человек уже скончался, то есть как снимали слепок. И посмотрите, насколько тончайшие детали мы видим, да, и как глаза закрыты, и форму носа, и брови. Я думаю, что для нынешнего поколения это очень важно проводить такие экскурсии, потому что ты знакомишься с историей не только своей страны, своего города, но с определенными личностями, например, как Дзержинский. Больше узнаешь нового. Понять профессию можно только через человека, его личную историю и опыт. Ребята побеседовали с сотрудниками Волгоградского управления ФСБ и с ветеранами органов госбезопасности. Встреча прошла тепло и познавательно для подрастающего поколения. Так Анатолий Алексеевич Цибин в детстве мечтал стать летчиком и рисовать самолеты, а не служить в органах. Но во время срочной службы в танковых войсках на учении Днепр-75 однажды пропал новейший танк. Но будущий чекист смог без шума вернуть технику на место, осуществив свою первую операцию, при этом прикрыв своих командиров. Когда я закончил службу, я опять поступил к себе на работу, спокойно работал. И вдруг вечером ко мне приезжает человек и говорит, вас вызывают в органы государственной безопасности. Ну, я приехал, меня завели к начальнику. Он говорит, ну вот, был такой с тобой случай? Был. Командира прикрыл? Я говорю, ну, честно говоря, прикрыл. Зачем выдавать? Мы же танк вернули, ничего же не случилось. Ну, он мне сказал, это был Гаврил Малисеевич Волков, генерал-майор. Он говорит, вот такие люди нам нужны. Иди к нам работать, служить. И я дал согласие. А Юрий Григорьевич Башко по образованию военный инженер. Служил на стратегически важном объекте – космодроме Плесецк. В 1979 году мне предложили перейти в органы государственной безопасности. Для меня это предложение было неожиданным, потому что в это время я был в войсках, у меня были подчиненные, я заканчивал инженерное училище командное. Но как-то наши интересы совпали, когда мы начали беседовать с оперативным работником. У меня уже в то время сформировалось желание больше заниматься не с техникой, а с людьми. Сегодня Юрий Григорьевич ведет активную работу с молодежью и делится опытом. «Подготовка молодежи осуществляться должна именно в этом возрасте, когда формируется сознание, когда формируются отношения. И тогда человек придет уже на работу осознанно. Наша задача сейчас – ребятам донести вот эту информацию, чтобы сформировать у них патриотическое отношение, любовь к отчизне, готовность встать на защиту, когда будет тяжело. А сейчас действительно время такое очень сложное и тяжелое, и нужна поддержка с нашей стороны молодежи. А молодежь подрастет, нас будет поддерживать и защищать».